Блумберг сообщает, что участники BRICS, то есть страны Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская республика, обеспечат 32,1% долю в мировом экономическом росте. А страны G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, 29,9% в этом году. Между международным объединением BRICS и структурой Большой Семерки существуют принципиальные отличия как с точки зрения институциональной, так и с точки зрения концептуальной. Если мы говорим о вопросах, связанных с институциализацией, то здесь мы должны сказать, что BRICS представляет собой, по сути, международную организацию, а если быть точным, то межгазударственное объединение. Основной вклад привносит Китай. Его доля в росте объема ВВП с 2023 по 2028 будет 22,6%, Индии 12,9%, а США 11,3%. В свою очередь остальные страны внесут каждое по 4%. И сегодня самая мощная экономика – это китайская экономика, экономика Китайской Народной Республики, которая сегодня занимает первое место. Также можно отметить, что в структуру BRICS входит экономика третья по масштабам. Это экономика Индии. И вот в этом смысле мы можем говорить, что сегодня центр силы экономической перемещается именно в структуры BRICS. А в G7 скорее уже такие находятся классические западные либеральные экономики, которые в настоящее время переживают достаточно острый экономический кризис. По итогам 2020 года доля этих двух групп стран в мировом ВВП по паритету покупательной способности составили по 31%. Но при этом к концу 2028 года доля BRICS увеличится до 33,6%, в то время как у G7 доля снизится до 27,8%. Валерия Носкова, Универ Ньюз.